Всех приветствую, это Отвертка, канал Домашнего Мастера, и у нас сегодня хороший секретный вопрос. Умное кольцо. Новый тренд или дорогая безделушка? Как вы знаете, умная волна постепенно захлестнула практически все используемые человеком устройства и аксессуары. Кольца тоже не стали исключением. И, казалось бы, небольшой кусочек металла или полимера теперь способен выполнять самые различные непонятные функции. В этом секретном материале вы узнаете, что вообще такое умное кольцо, какими они бывают, что могут и стоит ли на них вообще обращать внимание. Итак, поехали. Итак, умное кольцо с NFC меткой. Да, обыкновенный аксессуар с пассивным чипом часто называют умным, поэтому мы решили включить его в данный материал. Суть его предельно проста. NFC, чип в кольце, имеет возможность хранения и перезаписи информации. Чаще всего это определенные команды для вашего же смартфона. Например, при приближении кольца к телефону он может разблокироваться, включить музыку, позвонить кому-либо и так далее, и тому подобное. А туда же при наличии чипа, поддерживающий другие протоколы связи, можно записать ключ от домофона или пропуск на работу. Иногда может понадобиться помощь стороннего специалиста, но в любом случае стоимость такой процедуры минимальна. Само же кольцо стоит не больше обыкновенного аксессуара без метки, а двух до двадцати баксовичей. Идем далее. Следующее. Это платежное кольцо. Данная разновидность относится ко всем тем же NFC кольцам. Только эти уже созданы и запрограммированы специально под бесконтактную оплату. На обычный чип записать данные карты или, например, данные вашего проездного попросту нельзя, так как там присутствуют встроенные алгоритмы шифрования и защиты. Эти же кольца выпускаются в кооперации с самим банком, ну или транспортной организацией, если мы говорим про проездной. Поэтому использовать там безопасный чип, только уже более компактного размера, как раз вот и он применяется. Безопасный чип, компактный размер, все это дело сделано. Купить такие кольца сейчас будет, в принципе, проблематично, так как очень мало банков предлагают подобный продукт. Однако судить о практичности платежных колец по этим данным нельзя, так как технология только-только начала появляться на нашем рынке. Некоторые банки уже имеют эту возможность, надо стать клиентом банка, заплатить определенные хорошие денюжки до 7 тысяч и стать обладателем вот этого интересного колечка. Ну а теперь давайте рассмотрим следующий вопрос. Это умное кольцо как полноценный гаджет. Скажем следующее, если встраивать NFC метки в кольца придумали уже порядка 10 лет назад, то поместить туда множество датчиков и других микроустройств получилось шлифт буквально давеча. А такие кольца уже действительно можно считать умными, так как они способны в режиме реального времени считывать множество метрик человеческого тела. Я вам скажу, это не медицинские показатели, это просто борзометр, если честно. Правда, ассортимент таких устройств сейчас совсем мал. Среди более-менее готовых и функционирующих моделей можно отнести лишь Aura Ring и не более. Все остальное можно как бы и прикупить. Они дорого стоят, 30 тысяч, а может и так далее. На рынке можно встретить другие, так сказать, колечки, но они находятся на стадии разработки, либо тестируются на локальных рынках. Поэтому выбирать здесь практически ничего. А вот так вот мерить якобы давление, мерить якобы температуру, мерить якобы другие, так сказать, показатели, точно они не мерят. Это не медицинский, так сказать, прибор, а просто мерилка, борзометр, которая радует наш глаз. Не более, не менее. Ну, а теперь следующий вопрос. Кому же нужно такое кольцо? Итак, если рассматривать единственную более-менее функционирующую модель, это Aura Ring 3, то она способна собирать данные о давлении, вранье, считать шаги, может быть, измерять температуру тела, а также мониторить сон. Причем с последней функцией она довольно-таки неплохо справляется. Некоторые другие гаджеты, чипы, часики там и браслеты от Xiaomi, они не очень-то все это дело показывают непонятную билиберду. Мониторинг сна – это единственная характеристика, ради которой стоит приобрести такое устройство. Скажем следующее, если же сон вам не важен, и вы привыкли тратить деньги более-менее рациональным путем, то стоит держать в голове крайне высокую цену данного девайса. Большая толщина на ваших пальчиках будет выглядеть алиповато и неказисто смотреться, особенно на маленькой руке. Русификации нет, приложение ограничено с функцией, не имеет вибромоторчика, оповещений каких-либо нет и так далее и тому подобное. По такой же цене намного больше функций вы получите от каких-либо умных часов или других девайсов, по-любому. Ну и по кончанию нашего видео подведем итоги. Несмотря на свое удобство и якобы перспективность, технология только начала развиваться на нашем рынке, поэтому найти какие-то вменяемые и полезные продукты будет сложно. Единственное, по мнению нашего канала, что пока заслуживает внимания, это платежные кольца. Они, правда, сильно облегчают финансовые отношения с терминалами, правда, необходимость оформлять для этого отдельную карту банка намного усложняет весь процесс. Умные же блютуз кольца тоже выглядят интересной задумкой, но не при их нынешней стоимости и ассортименте. Так что удачи вам и будьте окольцованы правильными кольцами.